Международное информационное агентство «Спутник Южной Осетии» отмечает пятилетие. Сайт начал свою работу в июне 2015 года. За это время агентство стало одним из основных информационных порталов. Агентство включает информационный портал на осетинском и русском языках, радио и медиавещание, а также пресс-центр. Сюда приглашают участников практически всех заметных событий в республике и просто интересных людей. Мы с вами встретились как раз 17 июня, как раз тот день, когда был официально образован спутник, когда он стартовал, началась работа нашего дружного экипажа. И несмотря на то, что происходят периодические замены членов нашего экипажа, мы все равно остаемся на орбите. И наша цель, она написана у нас везде на логотипах, мы говорим то, о чем другие молчат. То есть для нас нет запретных тем. Мы стремимся подавать информацию оперативно, разнопланово, быть в тренде и быть узнаваемыми на этой орбите. Коллектив агентства – это порядка 30 человек. Ежедневно эти люди добывают новости, работают над разнообразными медиапроектами. Все для того, чтобы подать интересный продукт своей аудитории. Мы стараемся работать не только в области политики, информации, но и рассказывать о жизни простых людей, что их тревожит, что их волнует. И, конечно, то, что мы делаем – большая заслуга нашего коллектива, потому что мы работаем командой. Ведь никто не знает, когда открывают сайт нашего агентства, кто стоит за этой фамилией. Все знают просто бренд «Спутник». И именно на этот бренд мы работаем все. И благодаря слаженности, сплоченности коллектива получается тот продукт, который вы видите. Я занимаюсь продвижением сайтов в соцсетях. Хочу, чтобы больше людей узнало о событиях в Южной Осетии, а также от наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Коллектив у нас самый, что ни на есть, многогранный, креативный. И подходы у них креативны. Все, за что берутся, все делают качественно. Мы стараемся не оставлять без внимания любую проблему, которая будоражит население. И подходим к ней очень беспристрастно и ответственно. В соцсетях нам часто приходят сообщения, где пользователи просят провести журналистское расследование. Мы с радостью это делаем, реагируем. «Спутник Южная Осетия» наладила остинскую версию сайта и вещание радиостанции на остинском языке. Хочу поблагодарить всех спикеров, которые легко соглашаются нам на интервью, потому что от них многое зависит в нашей работе. И хочу, чтобы они дальше соглашались и выходили с нами на связь. С вами радио «Спутник». Кажется, еще только вчера позвонили и предложили работу в «Спутник». Но нет, прошло уже пять лет. Поначалу казалось, что работа отнимает все силы и все время. Но вот буквально сегодня утром я поняла, что эта работа дает как раз-таки заряд, импульс на весь день и работает легче. У нас замечательный дружный коллектив. Мы очень многого добились, но нам предстоит еще очень многого добиться, покорить много читателей, себе любимым. Я желаю много-много просмотров и интересных материалов. Сегодня сотрудники информационного агентства принимают поздравления от коллег и друзей. Их поздравил глава государства Анатолий Бибилов, отметив, что «Спутник» вносит немалый вклад в укрепление имиджа Южной Осетии, как страны с богатой культурой и историей. Аналитические статьи авторов агентства доносят до мирового сообщества позицию республики, объясняют демократические основы, рассказывают о становлении различных сфер деятельности страны, отметил президент в поздравительном адресе. Глава государства пожелал коллективу успехов, удовольствия от работы, ярких журналистских расследований и интересных собеседников. Мы также присоединяемся ко всем словам поздравлений, желаем интересных и положительных информационных поводов.